Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Здравствуйте! В эфире программа «Про город». В этой студии мы обсуждаем самые интересные, непридуманные истории города и области. И у нас нет запретных тем. Сегодня мы поговорим о том, как складывается жизнь героев-участников реальти-шоу, после того, как эти шоу заканчиваются. Успешный, уверенный в себе бизнесмен Илья Шилов полностью доволен своей жизнью. Он пожил в Европе, Америке, снялся в видеоклипах у своих друзей-музыкантов в Лос-Анджелесе. С 2011 года Илья пишет песни, снимает свои клипы и в ближайшее время планирует выпустить свой альбом. Популярность молодому бизнесмену принес телепроект «Дом-2». Три года назад, вернувшись с Лос-Анджелеса, Илья решил попасть туда, где все строят свою любовь. Всем привет! Привет! Садитесь! Пробыв там полтора месяца, он покинул периметр. Там люди себя ведут неприкрыто, и тебе это дает возможность читать людей, что они скрывают под поступками, под действиями, чего они хотят добиться. И увидев, как это все происходит в реальти-шоу, я просто вспомнил, как это в жизни все. В жизни это все скрыто, но люди так же себя ведут. Поэтому это открыло человеческие пороки. То есть я вижу людей сейчас. Этот проект ему дал многое. Илья вернулся в Калининград и сейчас занимается не только творчеством, но и бизнесом. Ведь для того, чтобы иметь возможность профинансировать свои идеи в шоу-бизнесе, необходимы большие вложения. Задача не только влюбиться, я не ищу любовь. Как проект может изменить жизнь человека? На этот вопрос найдется много ответов. Люди, которым предоставилась возможность стать популярными, узнаваемыми и успешными, отвечают однозначно. Это всего лишь одна сторона медали. Столкнувшись с камерами, телезвездами и соперниками, начинается настоящее выживание. Но испытания начинаются после проекта. Ведь не все участники становятся победителями и имеют заветное признание в шоу-бизнесе. И сегодня у нас в гостях бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Шилов. Добрый вечер, Илья. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, Илья, почему люди так хотят попасть на «Дом-2»? Как вы думаете? Ну, потому что хотят увидеть себя в телевизоре. Думают, это прикольно. Но не каждый готов потом оборачиваться на «Эй, привет, чувак! Дом-2!» Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы до того, как попали на «Дом-2», у вас, в принципе, все было хорошо. Вы снимались в клипах своих друзей, вы побывали в Лос-Анджелесе, и потом, бац, «Дом-2», почему? Все спрашивают, зачем я туда пошел. Ну, не знаю, зачем я туда пошел. Интересно мне посмотреть, как шоу-бизнес выглядит изнутри. Но ваши ожидания совпали с увиденным? Как вы, жизнь до, и жизнь во время, и жизнь после, да? Если взять и разделить ее на три части. Вот вы думали о «Доме-2», но вы пришли туда, совпали ваши ожидания? Как ни странно, да. Я увидел, что там ровно все столько, как по телевизору. Сложно жить под прицелами камер? Ну, тем, кто привык к камерам, к всеобщему вниманию, им там чувствуется, как у себя дома, как в своей тарелке. А людям, которые туда попали случайно, не понимая, что это реалити-шоу, что это телевидение, что это популярность, таким людям там дискомфортно. И камеры, какие-то рамки, в которых надо действовать, и жить в каких-то рамках, их это пугает. И они, как правило, через неделю на первом голосовании уходят. Но сценария нет. Сценария нет, потому как там обычные люди, а не актеры. Вот «Дом-2» закончился, и потом что, опустошение или наоборот подъем? Все, кого я знаю, кто там пробыл год, два и более, уходя с проекта, у них депрессия. Они резко меняют темп жизни. Они хотят устроиться на работу, думают в голове, что они звезды. Ну так и есть, тебя все узнают, на тебя все пальцем показывают. А зарплату тебе предлагают обычную. И у людей поэтому несопоставимость вот этого, кем он является, и что ему предлагают, она их вгоняет в депрессию. Тебе не накрывают бесплатно в ресторанах, тебе не дарят дорогие украшения и шмотки в дорогих бутиках, тебе не протягивают руку уважаемые люди. За границей все наоборот. Если ты звезда, с тобой президент будет сфотографироваться. Если ты звезда, тебя пригласят в рекламу и заплатят миллион долларов. Если ты звезда, то ты будешь реально звезда. Ну что ж, это был позитивный взгляд от участника Дома-2, но есть и немножко другие мнения об этом шоу. Сейчас мы познакомимся с нашим следующим участником. Сегодня у нас в гостях общественный деятель Владимир Дулов. Он мечтает о том, чтобы Дом-2 и вовсе закрыли. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Это правда, что вы хотите закрыть Дом-2? Да, на самом деле это позиция не только у меня, как общественного деятельности. Это политика и принципиальная позиция и Коммунистическая партия, которой я принадлежу. В 2009 году фракция КПРФ в Госдуме внесла законопроект, в числе которых требование идет ужесточение как раз именно той низкопробной и той низкого уровня морали информации, что идет с телевидения, по-нашему мнению, должна быть прекращена. Вы смотрели? Я извиняюсь, Владимир, вы видели хоть одну серию Дома-2? Ну, чтобы знать так детально, врага в лицо. Врага в лицо нет. То есть не смотрю специально, потому что, скажу так, у меня ТНТ как канала дома нет. Может быть, вы боитесь, что понравится? Нет, вряд ли. Вряд ли. Это слишком долгоиграющая пластинка. Но ведь вот затягивает людей. Смотрите рейтинги какие. У меня есть в этом плане один хороший пример. По работе в одной из школ, когда работал, преподаватель труда, она сама рассказывала, как она села, подсела на Дом-2, знала всех участников. Почему? Потому что это была одна из тем, чтобы поговорить со школьниками. Вот политики тут выражают свою точку зрения против этих шоу. Да не с шоу надо бороться. Надо с воспитанием детей бороться с маленького уровня. Когда ребенку 15 лет, и учитель по трудам с детьми находит общий язык, пользуясь Домом-2, это неправильно, это уже поздно. Тут уже не надо шоу запрещать. Вы детей воспитываете своих, вы детей своих развиваете. Илья, а вот вы были участником шоу-2, вы боролись там с хамством? Девушку научили чай заваривать, чтобы она сумела как-то говорили? Кому-то, кто ее окунал головой в воду, не делай так. Ну, вы внесли какие-то коррективы в это шоу? Ну, вот поэтому я там и не задержался, потому что я слишком правильный для этого шоу. Потому что я не могу, не знаю, низкие для мужчин поступки совершать. Программа «Голос». Шикарная программа. Мне очень понравилось. Там, правда, красивые голоса. Ну, то, что нужно на телевидении. Комеди-клаб. Смешно, приятно. Был уходный посмеяться. Вообще, я редко смотрю телевизор, но если смотрю, то битву экстрасенсов. На самом деле, очень интересно, что-то такое мистическое. У меня там подружка снималась как-то. Ну, вот иногда люблю посмотреть. Мне нравятся каникулы в Мексике. Почему? Ну, оглянитесь вокруг. Зима, холодно, такая плохая погода, а там такая атмосфера. Девушки, текила, всякие вечеринки, плюс Мексика, жара. Когда смотря это, туда попадаешь, как-то хотя бы на секунду отвлекаешься от нашей реальности, такой холодной и мерзлячей. Я люблю смотреть реальность шоу «Дом-2». Там люди строят отношения. Вечером идет мы. После работы как раз могу зайти посмотреть. И я тоже пытаюсь мстить свои отношения. Вот видите, Владимир, все-таки «Дом-2» смотрит. Ну, наверное, смотрит. Действительно, те, кому больше делать нечего. Ну, вот пока мы с вами смотрели опрос, к нашей беседе присоединился психолог Дмитрий. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, откуда у людей такое желание попасть под прицелы камер? Откуда у людей желание попасть под прицелы камер? Как правило, от внутренней неудовлетворенности. То есть людям хочется продемонстрировать себя и получить от людей внимание. Причем не всегда позитивным способом, просто внимание. Главное, чтобы посмотрели, главное, чтобы увидели. Главное, чтобы помню, заметили. Обычно это базируется на том, что в детстве не хватало похвалы, того же самого внимания от взрослых. И оно компенсируется во взрослом виде участием в различных шоу, например. То есть как это можно на меня спроецировать? И применительно ко мне высказаться? Вас хвалили в детстве? Часто? Нет, ну вот пусть специалист ответит. Характеризует мое желание быть в кадре, быть под прицелом фотокамеры и заниматься шоу-бизнесом. Ну, конечно, можно характеризовать, в принципе. Просто вот так вот ручку сделать достаточно. Да, мне тоже понравилось кольцо. Как череп девушка-отпугаватель, да, называется? То есть, а на самом деле, наверное, хочется привлечь девушку, да? Ну, вы не согласны с таким определением специалиста, да? То есть? Нет, тут не поспоришь. Тут не поспоришь, безусловно. Но некоторые, например, как я, может, я это сам для себя как прикрытие использую. Я хочу зарабатывать деньги на шоу-бизнесе. Я хочу пользоваться лаврами шоу-бизнеса, да? В таком смысле... Я не думаю, что я как-то обделен был в детстве вниманием или еще чем-то. Но вы сдавали себя в аренду, когда шли к какому-то смысле в это шоу? Или вы были собой и боролись там за правду и справедливость? Я был собой. Я хотел наладить там то, что мне казалось требовать вмешательства. Но мне там не давали и пресекали все мои попытки за правду. Все-таки это была не работа, это была жизнь. Ну, да. Ну, вот, может быть, поэтому Дом-2 и взрывали, да? Поэтому есть противники Дома-2. Вы, Дмитрий, как, с точки зрения психолога, относитесь к проекту Дом-2? Я думаю, что проект Дом-2 – это большой сценарный проект. Прописан очень профессиональными людьми. Очень грамотно прописан. Прописан так, чтобы его обязательно смотрели. Вот, то есть над ним работают профессионалы. Для Дома-2 набираются люди, которые создают максимальное напряжение внутри Дома-2. То есть они подбираются так, чтобы стычки были неминуемы. Почему мы хотим смотреть на стычки? Вы знаете, даже у обезьян, когда они видят скандал среди своих, образуется такая группка, они сидят и смотрят. Поэтому очень хорошее такое животное, нормальное свойство людей смотреть над другими. Может быть, да, кто-то из них не рискнет никогда туда вылезти. Но посмотреть интересно, а еще потом очень хорошо чувствует себя умным, говоря, ой, они все там дураки. То есть себя немножко поднимаешь при этом. Почему же люди-то готовы на все? Почему они готовы раздеться, драться? Часть людей готовы на все. Ну, а после небольшой рекламы мы продолжим обсуждать, есть ли жизнь после участия в реалити-шоу. Это программа «Про город». Мы продолжаем. И сегодня мы обсуждаем интересную тему – есть ли жизнь после участия в реалити-шоу для его героев. Появиться на экране телевизора – мечта практически каждого. Кастинги, реалити-шоу, передачи – сотни желающих выстраиваются в длинные очереди и по несколько часов ждут своего звездного часа. Кому-то везет с первого раза, кому-то с третьего, но для большинства это остается лишь мечтой. Те, кому удалось попасть на проект и вкусить телевизионную кухню изнутри, могут рассказать много интересного о том, что никогда не покажут по телевизору. Но не только скандальные шоу бьют рейтинги на российском телевидении. Пять лет назад появилось новое развлечение для домохозяек – передача «Давай поженимся». И толпы одиноких людей выстроились в очередь. И не случайно. Ведь Россия по числу разводов находится на первом месте. Десять лет назад разводилась каждая третья пара. А сейчас разрывается более половины союзов. Свободные отношения приобрели огромную популярность, что влияет на количество браков. По статистике, гражданский брак держится около пяти лет. Потом он распадается. Новинка, появившаяся на телевидении, где ведущие подыскивают жениху невесту, а невесте жениха пользуется огромной популярностью. Екатерина Обревко, закончив факультет журналистики и отработав на Калининградском телевидении несколько лет, поехала покорять Москву. В отличие от большинства журналистов, ей удалось заниматься тем, что ей нравится. За ее плечами такие проекты, как «В час пик» и «Снова здравствуйте» в своей тарелке, в гостях у Геннадия Малахова. Однажды в промежутке между работой Екатерина решила сходить на телепередачу «Давай поженимся». Все то, что видела я, мне не показалось, что это все работает только лишь на один результат, чтобы люди находили свои половинки. Это программа рейтинговая. Набирают туда людей, фрики всякие разные часто приходят. Меня вынудили рассказать какие-то идиотские истории из жизни. И только под предлогом смертной казни, что я пообещаю, что я их обязательно расскажу в эфире, только тогда уже согласились на то, чтобы я туда пошла. Екатерина жениха не нашла, но от этого ничуть не расстроилась. В ее жизни есть любимый человек, а участие в передаче – это был просто профессиональный интерес. Несмотря на четкие редакторские рамки и указания, журналистка не исключает, что, возможно, кому-то и повезет встретить свою половинку на съемочной площадке. Даже несмотря на то, что большинство людей приходит туда исключительно за пиаром. В нашей студии появились еще две гости. Первая из них – Мадина, кастинг-менеджер. Она отбирает людей для участия в реалити-шоу и не понаслышке знает о том, какими параметрами должны они обладать, чтобы принять участие в той иной программе. И сама героиня сюжета, которую вы только что сейчас видели – Катя. Здравствуйте, Катя. Вы участвовали в программе «Давай поженимся». Да, было такое. Черное пятно в моей биографии. Даже так? Да. Готовы прям сорвать маски и рассказать, что там происходит на самом деле. Очень нам интересно. Да, я на самом деле туда пошла. Каждая девушка, которая приходит туда, каждая там свои цели. И я думаю, ни для кого не секрет, что большое количество сейчас героев, как невеста, так и женихов, туда приходят, грубо говоря, за пиара. Ну да, например, Борис Моисеев мог бы поискать, или вот Сергей Зверев. Сергей Зверев искал невесту. Это меня, честно говоря, очень удивило. Его ориентация не секрет, да, как бы для… И тем не менее он искал невесту. Поэтому, то есть, не факт, что это все. А ведь бабушки смотрят и верят. Бабушки верят. И бабушки, знаете, сейчас слезами горючими плачут. Бабушки всей Калининградской области, потому что, ну, понятно, что это разрушает мифы. Ну, вы спросили, я ответила. Я туда пошла, потому что, поскольку я сама журналист и работаю на другом канале, тоже федеральному, мне просто было интересно, эта кухня, как там это? Ну, то есть, какой-то такой некий журналистский эксперимент. Вот. Ну, могу сказать, что там было очень холодно. Ужасно холодно. И нам сказали разодеться в пух и прах. И, в общем, мы там прокляли все на свете. Я там и мои подружки-невесты, так сказать. Вот. И, ну, так интересно было, когда мы туда пришли, мы хотели пойти там, ну, и сели там кому-то покурить, там кому-то в туалет. И нас водили только вот под надзором, вот каких-то там специально обученных людей, чтобы мы раньше времени не столкнулись с женихами. То есть, в общем-то, когда вот они вот так вот обходят, там говорят, привет, там я пришел тебя покорить. Это правда. Это происходит в первый раз. Люди до этого друг друга не видят. Вот. Но сами люди туда приходят, ну, там, ну, не знаю, я, конечно, не хочу брать грех на душу, но порой они приходят все-таки не для того, чтобы найти любовь, а какими-то своими там корыстными целями. Ну, вам понравились ваши претенденты на ваше руку и сердце? Вы, наверное, не видели программу. Если бы вы видели, вы этого не спрашивали бы. Причем мне, ну, я туда вообще попала совершенно случайно, вот еще раз повторюсь, эксперименты, мне звонили и говорили, Катя, вы знаете, вот давайте там перенесем запись, потому что мы для вас вот хотим найти прямо таких вот супер-мега каких-то там мужчин, прямо вот лучшие мужчины страны к вам приедут. Я думаю, ну, нафига себе, ко мне лучше. Ну, посмотрим на лучших. То есть подбор страдает, да, женихов? Очень странный подбор. Там один был какой-то такой очень полный, почему-то с грязной головой мужчина, потом какой-то был, какой-то, не знаю, как будто бы вчера откинулся, какие-то шансонные песни лобал, и потом еще был молодой человек, КВНщик, от него очень плохо пахнет. Ну, а ведь была какая-то подоплека, как их выбирали именно для вас. То есть гороскопы составляли для них, ведь там что-то вам говорили, наверное, ведущие, что вот этот вам подходит больше или меньше. Ну, говорили, да. Ну, говорили, ну, вы знаете, ну, правда, но это все не совсем так. И ведь все эти гороскопы, и все то, что говорят там. Неправда. Ведущие, они говорят просто уже зазубренно. У них отлетает просто уже, ну, какая, выученный урок однажды, на раз, но всегда выученный урок. И вот эта вот там Василиса, или как ты ее зовут, господи, ну, вот эта вот астролог, дамочка. Ну, они там говорят просто уже какие-то такие зазубрые вещи. Ну, а другие ведущие, кто вам понравился больше всего? Больше всего мне понравилась Ариса Гузеева, хотя больше всего ее боялась. Потому что она женщина такая хищная. Суровая. И если что не так, то все, всем хана. Ну, как-то я не знаю. В общем, у нас как-то получилось найти с ней контакт. А вот Роза это... Сибитова. Сибитова. Что я ей сделала, где ей дорожку перебежала, не знаю. Но она прям у меня какую-то лютую ненависть возненавидела. И как давать гнобить вообще ни за что, ни про что. И это, конечно, такое вот прям... Вот надо сказать, что, конечно, вот у них очень роли четко прописаны. То есть это вот как в американских фильмах. Плохой, хороший, полицейский. Но прописаны какие-то основные вехи. Вот то, что вы вышли из комнаты с женихом, это предполагалось так или вы просто... Я вам скажу так. Это такая подстава была для меня. Потому что мне сказали... Ну, я как бы предполагала, что, ну, может быть, мне никто не понравится, потому что я девушка переборчивая. Я спросила, а можно, ну, чтобы никого не обижать, можно я никого не выберу? Мне говорят, конечно. Ну, я так выдохнула, там, пять минут до конца записи. Ко мне подходит редактор, ну, там, в перерыве и говорит, девушка, вы сейчас должны собраться с мыслями и кого-то выбрать. Я говорю, я не хочу, я не хочу. Нет, нет. Кого, зэк? Какой-то дурнопахнущий? Ну, нет. Я не хочу ни с кем вообще, ну, нет. И из каких зол вы выбрали меньше? Кого выбрали? Грязной головой? Дурнопахнущий. Грязной головой. Грязной головой, то ведь можно и помыть, в принципе, что страшно. Вы после этого будете еще участвовать в каких-нибудь программах? Боже упаси! Туда, куда я ездила Катя, там более было интересно про семью, там еще что-то, какие-то жизненные, да, быт и все такое. Мы проводили кассинг для каникул в Мексике, соответственно, нам нужны были такие отвязные, дерзкие, готовые на все ребята, девчонки. И что вы просили их сделать на кастинге, например? Ну, до кастинга, давайте начнем, что мы отбирали людей по внешним данным, в первую очередь. 90-60-90 девушек и парни накаченные, так? Приблизительно все так, да, по внешним параметрам отбирались, приглашались люди. И уже тогда, когда они приходили к нам на кастинг, мы с ними беседовали и в том числе беседовали на камеру. Вопросов было каждому свое, потому что кто-то приходил и говорил сразу, я вот, я такой классный, я прямо сейчас вам все расскажу, я тут спою на гитаре. Кого-то просили просто вот, а слабо раздеться. И что, в основном слабо раздевались? Раздевались, нет. Один молодой человек даже сказал, прямо скажу, я гей. И мы все такие, ах, там 70 человек такие, как он там, мы все такие, браво, какой он молодец, сознался. И он прошел? Нет. Поэтому уже был принцип. Это был не показатель, но внешне как бы он такой достаточно слабенький для камеры был. Но в целом, конечно, интересно проводить и сам кастинг, потому что посмотреть город у нас все-таки небольшой, посмотреть, кто из людей действительно готов куда пойти. Все-таки я считаю, что это такой достаточно смелый поступок попасть в реалити-шоу, потому что, вот как Катя сказала, эмоционально кому-то может быть сложно столкнуться с тем, что вот Лариса Гузеева, да, там, или вот Роза, они не такие, допустим, живые, открытые, не будут с вами беседовать после этого, и какое-то разочарование наступит. Поэтому, в принципе, это шоу-бизнес, он на самом деле жесткий и холодный. Надо приходить с четко поставленной целью и добиваться того, что хочешь. И вот у нас это брали нескольких молодых людей, девчонок, но по каким-то своим причинам они не смогли поехать. Там, как всегда, знаете, у кого-то оказалось ребенок, муж тут откуда ни возьми. Совершенно случайно. Совершенно случайно, хотя до этого все такие и разденусь, и спою там, и все, что хотите, а потом как бы не смогли. Ну, ничего страшного. А вы сами, проводя кастинги, отправились бы на какой-нибудь кастинг? Нет. Нет? Все-таки? Нет, нет, нет. А почему же? Мне просто не нравится афишировать свою жизнь и показывать какие-то свои привычки людям. Скажите, пожалуйста, Мадина, есть ли жизнь после шоу у людей? Вот по вашему опыту. Ну, какая она? Более хорошая или депрессивная? Я считаю, да нет, почему? У каждого свое. Ведь, понимаете, любой опыт подобный, он человека либо закаляет, да, и делает его сильнее, либо ломает наоборот. Например, видно по касте, что ее это вообще совершенно не сломало. Она поняла этот прикол, отнеслась к этому, как к приколу. Прикалывается, сидит, рассказывает нам эту историю, живет дальше, собирается развиваться в своем направлении, соответственно, жизнь у нее есть. И она не сидит, не плачет, не говорит, ну как так, вот мужа не нашла, это был мой последний шанс. Дело в том, что, ну да, просто я туда шла, ну правда, я не шла туда искать мужа. Просто если бы я действительно туда шла искать мужа, у меня были бы, наверное, другие эмоции. Правда, было бы разочарование, что парнишки что-то подкачали там, или я, что, к примеру, там, не приглянулась кому-то, кто мне понравился. То есть, ну, это были бы другие эмоции. А может быть, не нашли бы, кого-то выбрали, раз уж вы шли искать мужа? Ну, ну, я же не шла, поэтому, ну, поэтому тут, конечно, другие. А те, кто приходят там на тот же Дом-2 или там на каникулы в Мексике, ну, кто-то реально едет пиариться, кто-то... Да, конечно, ради пиара туда и едут люди. Ну, посмотрите, все те, кто был из Дома-2, сейчас же их реально, их имена на слухое, да. Хотя кто они, в общем-то, ну, это дутые звезды, в общем-то, ну, это пустышки. Но реально их знают все, вот все их знают. То есть, есть смысл все-таки поехать? В Калининграде много парней и девушек, которые классно поют, которые очень красивые. Нужно идти на кастинг им? На вашу стиль? Они приходят, почему? Ну, что вы посоветуете им? Какие советы дадите? Как себя держать? Кто танцует и поет? Да? Ну, вот, пускай на проект «Голос» приезжают и там доказывают свой талант. Почему бы и нет? Ну, что касается талантливых людей, да, которые действительно хотят показать, как они замечательно там акраме или танцуют, или пляшут, или поют, они должны ехать туда и доказывать талант. А вот это мыльные пузыри, такие как реалити-шоу, каникулы в Мексике, «Дом-2», ведь там я вот не проводила кастинг, но некоторые мои знакомые ездили туда и сами рассказывали, что так же, как и в каникулах в Мексике, нет конкретного сценария. Там не говорят, так, Вася, значит, ты должен с Леной тут сейчас, значит, секс конкретно. Они говорят, значит, Вася, ты там вот с Леной, вам надо какую-то пару, ты там, значит, с Петей конфликт создай, а вот там Эвелину, например, надо как-то там, ну, что-то выкидывать ее. И вот люди, приблизительный сценарный план получив, да, задачу, начинают это делать. И уже, конечно, там смотрят, насколько человек интересен и, естественно, себя ведет в данной ситуации. А для ребят, которые там участвуют, это такой опыт, представляете себе, в такой террариум попасть. Ну, как и сказала Мадина, на самом деле, есть очень много проектов настоящих, которые помогают раскрыть человека с той стороны, с которой он и хотел, в общем-то, чтобы его раскрыли, да, ребята, которые умеют танцевать, классно петь. Для них это единственный, может быть, шанс пробиться на большую сцену. И в этом смысле большую гордость мы испытали за нашу калининградскую участницу, шоу «Голос» Алису Геррис. Сегодня Алиса в нашей студии, привет. Здравствуйте. Очень рада, что ты пришла. Очень рада, что ты не опозорила наш город. Большое тебе спасибо за это. Рада себе видеть тебя в этой студии. Поделись, пожалуйста, своими ощущениями от участия в этом проекте. Ну, я уже много где сказала, что это было очень круто и незабываемо. И настолько крутые впечатления, эмоции, воспоминания, которые, ну, всегда останутся со мной. И действительно, можно этим гордиться. То есть для тебя жизнь после шоу продолжается, да? И какой-то ты заряд позитива. Да, я вообще не понимаю, как такое название. Жизнь после шоу. Как бы, все-таки мы с бомжами такими встречаемся. Такой полнейший апатий, спортпешком. Не, ну, как бы, ну, по-любому такие проекты, особенно на центральном телевидении, то есть, которые смотрит вся Россия и не только, это огромный трамплин. И даже маленькая секунда, она может сыграть огромную роль в твоей жизни. Кто самый страшный и грозный из членов жюри? Ну, не знаю, не знаю. Они все очень... Крапский, наверное. Ну, не сказать, что он грозный. Они все очень добродушные, очень хорошие, воспитанные, порядочные люди, которые с уважением относятся к своим подопечным. Играть с ним просто своеобразный. Он, как бы, за словом в карман не полезет, не будет ни перед кем стелиться и говорит то, что он думает. Ну, вот мы видели такие эмоции у членов жюри, да? Они поддельные. Слезы, пелагеи в основном все время. А Гутин, кстати, тоже плакал. И он плакал. И говорил, да я готов на все, чтобы вы ко мне пришли. И вообще, это правда? Да, это все, блин, это настолько реально, настолько... Блин, нам неожиданно было на это все смотреть. Это было круто. У тебя есть какие-то предложения от продюсеров? Ну, есть очень много всяких предложений. Но единственное, то, что я к этому всему скептически отношусь. Ну, я тебе желаю больших творческих успехов. Я верю, честно говоря. Не сомневаюсь на секунду, что все у тебя получится. Вы все очень харизматичные, все очень приятные девушки. И мне было просто чрезвычайно приятно видеть вас сегодня в нашей студии. Спасибо вам, что пригласили. Вот и подошла к концу очередная программа про город. И все-таки жизнь после шоу продолжается, независимо от того, черная или белая была эта полоса в вашей жизни. Мы обсуждаем здесь самые интересные и наболевшие истории города и области. Если вы захотите стать участником программы про город, пишите на наш электронный адрес канал 1собакамейл.ру или звоните в редакцию по телефону 91-9404. Меня зовут Мария Лукьянова. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...